В Фокино прошел торжественный митинг, посвященный Второму дню Победы России во Второй мировой войне – Победы на Востоке. В мероприятии приняли участие школьники, военнослужащие и ветераны Вооруженных сил. Среди почетных гостей присутствовал непосредственный участник событий на Халкинголе и в Порт-Артуре – боевой ветеран Алексей Гордеев. Далее подробнее. 2 сентября отмечается день окончания Второй мировой войны. В Фокино прошел митинг, посвященный этому событию. Заместитель председателя Думы городского округа Александр Баранов обратился к собравшимся с торжественным словом. Сегодня на всем Дальнем Востоке празднуются Дни мира на Тихом океане. Именно здесь была подвина черта под теми кровопролитными годами, которые сотрясали всю нашу страну в течение более чем четырех лет. Именно здесь, на Тихом океане, благодаря мудрому и руководству советского государства и, самое главное, высокой подготовленности наших вооруженных сил, советской армии, именно советская армия положила конец Второй мировой войне. Были переброшены невероятное количество войск скрытно, и именно эти части были наиболее подготовлены к войне с японской армией. После разгрома фашистской Германии в мае 1945-го Советский Союз не мог остаться в стороне от решения важнейшей задачи по ликвидации дальневосточного военного очага в силу обязательств перед союзниками по антигитлеровской коалиции. Интересы восстановления мира во всем мире этого требовали. В боях с милитаристами погибли 8200 советских воинов. Эти люди своим подвигом записали себя золотыми буквами в истории нашего государства. Им мы должны поклоняться, их чествовать, всегда помнить о том подвиге, о той жертве, которую они принесли на алтарь Отечества. Я считаю, что наши школы, достойные памяти ветеранов, ведут активную и краеведческую работу, чествуют наших ветеранов, ведется и Тимуровское движение. То есть ученики не находятся в стороне от истории. Это хорошо. Это дает нам право говорить, что очередное подрастающее поколение будет поколением патриотов. И всегда оно будет готово к защите нашего Отечества. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии. Советские вооруженные силы отстояли свободу и независимость Родины. Участвовали в освобождении от фашистского гнета народов 11 стран Европы. Изгнали японских оккупантов из северо-восточного Китая и Кореи. Российские вооруженные силы, по примеру наших славных предков, всегда на страже мира и безопасности. Мы хотим быть похожими на наших ветеранов, быть такими же отважными. И в нужный момент, я в это уверен, мы тоже так же выполним поставленную задачу в любых условиях обстановки. Мы должны помнить, что и сейчас непросто в мире. И сейчас фашистская газина поднимает свою голову. Это мы видим по событиям на Украине. И опять хотят стравить нас, опять создать, скажем так, втянуть нас в войну, растащить нас по кускам на части, разорвать, для того, чтобы уничтожить. То, что не было сделано в 1945 году, хотят реализовать сейчас. Мы это должны помнить и знать. Поэтому мы обязуемся от имени войск воздушно-космической обороны крепить бою готовность, быть преданным своему долгу. К воинскому мемориалу и к памятнику Марии Цукановой были возложены траурные венки. Подножие пьедесталов украсили живые цветы. Павших во Второй мировой войне почтили минуты молчания. Победа наших войск на Дальнем Востоке имела огромное значение для всего человечества. Мы до сих пор помним названия Мукден и Порт-Артур. Чтим память воинов и чествуем живых участников тех событий. Боевой ветеран Алексей Гордеев прошел и Западный, и Восточный фронт. Встретил две победы. Этот русский солдат, несмотря на свой солидный возраст, до сих пор в строю. Он желает всем мира и поздравляет с победой. Мы сейчас желаем мир до неба, а детям вот я желаю, чтобы учились хорошо и чтобы самоган не курили.